Всем привет! И игра под названием Children of Silent Town. Игра про девочку, которая живет глубоко в лесу, в деревне, со своими друзьями. И из-за чего-то, из-за кого-то, люди пропад... Ну, из-за монстров, давайте будем их называть так, я пока не знаю, что именно. Из-за монстров пропадают люди или погибают внутри деревни. И девочка возомнит себя детективом, будет решать эту проблему. Я не знаю, в чем суть игры, я увидел просто ее визуал, заметку хоррор, и мне она, в принципе, понравилась. Она с русским языком и стоит где-то 600 рублей. Я ее еще не играл, то есть зашел на пару секунд и все. Больше ничего не было. Общеизвестно, что у всех нас есть уши, чтобы слушать, и глаза, чтобы видеть. По мере того, как мы становимся старше, наши чувства притупляются, а восприимчивость слабеет. Однако, иногда те, у кого отличное зрение, смотрят не в ту сторону, а те, кто хорошо слышат, не слушают. Потому что самая коварная напасть, с которой сложнее всего восправиться, не возраст и не болезнь, а страх. Вы слышали когда-нибудь о... Я не увидел, что там было написано. Маленькая деревенька, одиноко стоящая прямо в лесу. Ни голосов, ни шума, лишь шепот и вздухи. Люди, зажатые в жестокие рамки ради безопасности. Потому что днем лес кажется тихим и мирным, но как только подойдет ночная тьма, становится слышно, как кричат они. Чудовища. Да, это все-таки чудовища. Все-таки они. А вот и мы. Мы снова этот кошмар. Визуал супер прикольный, я нигде такого не видел. Осторожнее. Ты кто? Эй, Люси, кинь, пожалуйста, мяч. Ты мне в лицо чуть не зарядил им, между прочим. А где извинения? Давай, пинком прямо в лицо. Я могу двигаться? А, я могу... А, на клике могу передвигаться. Получено мяч. Хорошо, что текст где-то сверху, а то, если бы он был бы снизу, из-за микрофона не было бы видно. Спасибо, Люси. Подашь его мне. Не дам. Не дам. Я могу просто скинуть, а я могу сюда. А, нет, я могу подойти. Спасибо, в этот раз сильно, сильновато ударил. Что ты делала? Спала? Мне снова снился кошмар. Ох, я понял, у меня тоже много кошмаров. Правда? И как ты избавляешься от этого ощущения? Я? Эм, не знаю. Когда я чего-то боюсь, я прячусь так хорошо, чтобы меня никто не мог найти. Поэтому я так хорошо играю в прятки. Хочешь поиграть с нами? Мы играем на площади. Нам нужен еще один игрок. А до этого? Конечно. Пойдем. Ну, идем, почему? Ты Майкл Джексон? Лунная походка? Я понял. Сюда. Принимай. Пекарня какая-то. Волейбол. Синька, ты не должен был останавливать мяч. Сейчас покажу вам мой супер удар. Не надо. В предыдущий раз ты мне чуть в голову не попал. Нет, не надо. Вот именно. Синька. Прекрати и играй по правилам. Покажи, на что ты способен. Ну, здесь есть выбор. Во-первых, это удивительно. Я до этого не знал. Я просто это... Я думал, что это линейная игра. Но прикольно. Видимо, от выбора будет зависеть... Зави-сить. Что со мной? Зависеть сюжет игры. Ну, я буду на это надеяться. Ну, по сути, мы играем в игру. Три человека плюс одного. Нам никому не важен твой супер удар. Тем более, когда одним из таких ты чуть не голову не снес. Так что... Эх. Ну, так вот. Доверься мне. Смотри. Да не надо. И прямо в сад. Ну, как всегда. Ну, видимо, тут выборы не как... Просто для вида. Короче, да. Люси, я ведь тебя жду. Я же просил тебя не слишком задерживаться. Помнишь? Пойдем. Нам надо готовить ужин. Это мама? Попрощайся с дурьями. Милая. Да, это, видимо, наша мама. Мамочка. Да, иду-иду. Мне пора, ребята. До завтра. Пока, Люси. До встречи. Уф. Ну, как теперь достать мяч? Будьте осторожны, дети. Уже вечереет. Нам скоро пора домой. Вам скоро пора домой. Хорошо. Да. Синька, мяч. Но почему всегда я? Ну, ты туда его и закинул, по сути. Ну, теперь действительно нужно ночью идти домой. Потому что ночью как раз таки вылазят эти твари. Твари. Из-за этого гулять до позна не получится. Я, правда, не понимаю. Они заходят в саму деревню. И как-то убивают там. Или же в деревню они не несуются. Потому что, ну, деревянные дома. И я не думаю, что этих тварей они остановят. Вот и мы. Это отец. Люси, наконец-то ты пришла. Теперь... Теперь... Ты ведь давно должна была вернуться домой. Разве нет? Может быть, помоешь маме с солнышком? Давай мы с тобой приготовим вкусный ужин. А потом ляжем спать пораньше. Не заставляй нас идти искать тебя в следующий раз. Хорошо? Иди помоги маме. Ну, эти слова действительно правильные. На данный момент это не прям злой отец. На улице в любой момент может потемнеть пораньше. И все. Не будет ребенка. И как раз таки это важно. Так, помочь маме? А я могу осмотреться? Я могу. Смотрите. Это свеча, которой мы пользуемся, когда идем в подвал. Прикольно. А это что? Это постелька Косика. Он спит где угодно, только не в ней. Как и все коты, по-моему. Так, ну, давайте поможем мне. Еще есть Косик. Косик, ты все еще спишь? Он меня только что послал и сказал, отстань. Маме нравится играть после ужина на Лире. Она очень хорошо играет. Отлично. Надеюсь, послушаем. Закрытая музыкальная шкатулка. Мама говорит, что она сломана. Но шкатулка ей дорога. Видимо, от родителей. Если спросить Рыжика, сколько времени, он всегда отвечает столько же, сколько было вчера и в это же время. Звучит странно, но он прав. Пусть они часто не двигаются. В этом-то и суть этих слов. Так, это подкова. По словам бабушки, подкова отгоняет злых духов. Интересно, это правда? У нас есть бабушка. Отец. Что такое, лиси? Ничего, уже все. Это что? Табуретку можно использовать по-разному. А если перевернуть, получится корона. А как на голову одеть ее? Так и непонятно. Там наверху никаких неуклюжих... А что? Там наверху никакие неуклюжие коты соли не страшны. Странное соусочетание. Ну ладно. Так, это посуда сама Кастрюли и сковородки Камин Огонь почти погас Надо подкинуть немного Сохранение Кочерга используется для чего угодно Только не для ворошения углей Впрочем, это в книжках так А мы-то ее вообще не используем А, я думал, когда она сказала, что кочерга используется во всем угодно Только не в углях Я подумал, что ее бьют Хорошо, что это не так Воды полно На сегодня точно хватит На этом все Да, больше ничего нет Давайте поможем маме Как же есть, хочется Поэтому придется приготовить Пойдем, зайка, давай готовить ужин Можешь достать сотейник Он висит рядом с очагом Вот это, да? Так есть Получено сотейник Я иду, мать Мать сейчас приготовит что-нибудь вкусное Можешь достать сотейник Он висит рядом А, я должен прямо Да, забываю про это свойство Спасибо, зайка Так, теперь Что же еще? Для очага нужны дрова Возьми немного Из сундука И разжиги огонь А я пока начну делать Жаркое Осторожно Не обожги пальцы Так, котейка Иди отсюда Подальше Уф, какой ты тяжелый Да уйди А, что мне сделать? Ам... Я должен как-то отвлечь Его Чем-то Что-то взять Так, это я уже все проверял А с отцом поговорить? Мне нужно сосредоточиться на работе Люсей Иди помоги маме Я помогаю Мне там кот мешает Он дурачок какой-то Отойди, котяра Это поможет Да, ты это уже говорила В сундуке Лежат дрова А кот не дает Достать эти дрова А, этот буфет Нужен для того же Личега и большинства Другой мебели Чтобы там что-то лежало Ну там дров нету К сожалению Наверх Я могу подняться наверх Этого я не знал Так Комната Чья-то Зеркало Это Старое Треснутое зеркало Она когда-то Принадлежала Моим Моей Моим Бабушкой с дедушкой Комната Мамы с папой Она закрыта Зачем закрывать двери Непонятно Видимо Что-то важное Это моя комната Ой Мой дневник на полу Почему он там лежит Кто-то копался Лучше Возьму Его с собой Получен Дневник Люси Там какие-то Зарисовки Теперь вы можете Пользоваться Дневником В Нигой Люси Будет записать Все Что обнаружит Исследуя Город Так Это что Это сундук Ой Носок торчит Как будто Сундук А курчит Рожицу Отлично Смотришься Разрешаю тебе Оставаться В таком Виде Вечно Так Внизу Ничего Кровать Просто Постель Неожиданность Тут полно Носков Действительно Страновато Давно Я не пользовался Своим мечом Синяка всегда Приносит свой Интересно Вам в порядке? Ну ладно Бывает Зачем мне Мышка Это игрушка Кусика Как она здесь Оказалась? А С помощью нее Я как раз И заставлю Кусика Отойти Отлично Возвращаемся Обратно Мне оказывается Сюда Не надо Было Так Я могу Пройти В подвал Брр Подвал Мне он не нравится Там Как-то Темно И сыро Мне для этого Нужны быть Свечи Так Кусик У меня У тебя есть Прикольная Штука Под названием Мышка Ее Я дам тебе Чтоб ты Ушел Эй Кусик Глянь-ка Сюда Давай Пошел И по лестнице Вниз Ой Случайно Ой-ой Повезло Что у мамина Лера не упала Какой приятный Звук Получился Вы получили Ноту Ага Нота И все Люси Записывает Все услышно Ее Необычные Звуки В своем Дневнике И создает Мелодию Она Когда мелодия Будет завершена Вы сможете Использовать Ее Как магию Какую-нибудь А теперь Вернусь К огню Видимо У нее Очень хорошее Свойство Она может Просто Услышав На малейшие Секунды Ноту Сразу же Ее воспроизводить Именно Своим голосом Наверное И руками Если она Играть умела бы Получена Дрова Наша Люси Какая-то особенная Наверное Так Дрова мы Ой Подожди Дрова мы Кидаем Отсюда Осторожно Другое дело Теперь Будет пожар И мы умрем Да Это я слышал Мать Я все сделала Я слышал Потряскивание Думаю Дров было достаточно Теперь Теперь мне нужны Сосиски Принести их Из подвала Люси Осторожнее На лестнице И захватить Свечу А то Там темно Конечно Ее еще Надо будет Поджечь Получена Свеча Вот и Свеча Только Она не горит Мы Исправим Этот момент И заставим Его Гореть Осторожнее Главное Не поджечь Руки Все Теперь Свеча Горит И мы Тоже По лестнице Вниз Ого Кот Ох Какая Темень Да Не Не уходи Обратно Так Свеча Пожалуй А Я Душу Сюда Ее Поставить Неужели Такая Маленькая Свеча Издает Такой Свет Так То Лучше Ну Хотя Бо Хоть Какой То Рыба Хочешь Рыбу А вот Нет Ее Не Получишь Папа Говорит Если Высушить Рыбу Она Может Долго Храниться Так Он Так Много Знает Это Правда Косик Даже Не думай Об этом Не Думай Нет Нельзя Сохранения Прямо Много Это Осталось Тех Времен Когда я Училась Забивать Гвозди Вбивать Их Ровно Очень Чажело Может Надо бы Их Как Нибудь Вытащить Для Чего Зачем Это Дело рук Кого Нибудь Другого Сосиски Вот Так Я могу Посмотреть Не Просто Достать Их Когда Они Так Высоко Но Кот Любит Их Не Меньше Чем Мы Мы Коту Дадим Он Же Как Наша Семья Забираем Полученные Сосиски Они Как То Не Исчезли Ладно Мать Я Иду Пока Видимо Экшена Не Будет Так Теперь Когда Я Об этом Думаю О чем Косик Не Трож Рыбу Фу О Это Важно Чего Какой Же Он Заноза Ну Котяры Все Такие Ну Как Все Ты Имеешь Ввиду Луку Прошло Уже Два Дня Ягодист Не Хотел Чтобы Люди Узнали Но Это Ясно Как День Как Же Так Этого Ведь Уже Так Давно Не Происходило Будем Ли Мы Когда Нибудь Свободны Не Глупи Это Никогда Не Кончится И Не Забывай Поэтому У нас Есть Правила Дорогой Никто Не Может Об Этом Забыть На Одну Ночь Как Ты Можешь Говорить Такое Тишина Окутывала Нашу Деревню Уже Очень Давно Да Я Знаю Знаю Но Это Случилось И Случится Снова Нас Застали Врасплох Что Теперь Будет Делать Ягу Отец Люси Видимо Кто-то Пропал И Видимо Кто-то Из Наших Друзей Я Схожу Проверю Юга Завтра Давайте Постараемся Сейчас Об этом Не думать Неужели Они Говорили О Еще Одном Пропавшем Так Мать Я Все Делала Мам Да Люси В общем Ничего Видимо Спросить Хотели Я Слышала Какой-то Шум Кусик Что Снова Был В подвале И Что-то Замышлял Да Ну Ладно Так Ты Принесла Сосиски Сосиски Да Да Они У меня Ммм Чувствуешь Как пахнет Будто Очень Вкусно В смысле Будто Это Вкусно Давай Подумаем Что Еще Да Точно Немного Соли Она Стоит На полке Принеси Мне Ее Пожалуйста А потом Можешь Пойти Поиграть С кем Поиграть Спасибо Зайка Наша Мать Очень Хорошая Так А на полке Вот она Только Я не достану Соль Слишком Высоко Как мне Туда Достать Ну Для этого Есть Табуретка Стул Мне Нужна Твоя Помощь Стул Мне Нужна Твоя Помощь Это 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 Секунд Назад Была Табуретка Или Я Тупой Ну Даже Если Мы Его Посадим Мы Никак Не Достанем Косик Прекрати Косик Ты Чего Уйди Косик Ой Придурок Люси О Ты В Порядке Я Так Испугалась Немного Соль Да Прости Меня Тебе Было Сложно Дотянуться Не Беспокойся Насчет Ужина Я А ты Маленькая Дрянь Вон Отсюда А Я Думал Она Мне Иди На улицу Поиграй А я Закончу Так Скоро Ночь Ладно Ты Куда Собралась Люси Гулять Солнце Садится Ты Должна Остаться Дома Это Правильно Ну Пап На улице Еще Светло Я Хочу Еще Немного Погулять Обещаю Далеко Не Уходить Давай Так Когда Ужин Будет Готов Согласна Ладно Только Далеко Не Уходи После Заката На улице Небезопасно Учитывая То Что Кто Еще Пропал То Думаю Да Элу Иза Элу Иза Я Правильно Прочитал Элу Иза Это Всего На Несколько Минут И Она Будет Совсем Рядом С Домом Ты Знаешь Почему Я Беспокоюсь Я Хочу Чтобы Люси Была В Безопасности А Ты Ей Чересчур Потакаешь Дурацкий Кот Из-за Него Я Упала А Теперь У меня Будет Шишка На Голове Бывает Такое Случается Иногда Коты Вовсе Не Виноватый Плотник А Замечтательный Мастер Мамину Лиру Тоже Он Сделал Топорик Он Мне Понадобится В будущем Плотник Всегда Разбрасывал Повсюду Свои Инструменты А потом Злиться Если До чего Нибудь Дотронешься Тьфу Ладно Все равно Он Для меня Слишком Тяжелый Кто Такой Плотник Плотник Мастерит Новый Инструмент Интересно Как он Звучит Ой Ой Это Горн Ну Что Ж Не то Что Я Ожидал А Мамина Лира Куда Лучше Кому Вовсе Может Нужен Такой Инструмент Вы получили Наклейку Thank you For Game Видимо Именно Таким Образом Мы будем Собирать Это Рабочее Место Плотника Лучше Ничего Не Трогать Каждое Утро Плотник Ходит В лес За Древесиной Все В деревне Полагается На него Я Хотел Б Б Б Б Да Я Хотел Б 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 Если Плотник Плотника Нет Поблизости Однажды Он Пригрозил Запереть Нас Здесь А кто Такой Плотник Это Явно Вот Наш Дом А тут Плотник Работает Это Наш Двор И Что У нас Делают Плотник Это Наша Дедушка Имеется Ввиду Плотника А не Наша Бабушка Ой Простите Мистер Паук Это Видимо Ваше Место Знак Указывает Путь К 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 Что С Участвовать Шерсткой Ты Весь Покрыт Солью Его Зовут Костик Он Забил Меня Со Стула Когда Я Полезала За Солью Он Ужасная Задноза Вечно От Него Неприятности О Хи 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 А Как Жи Иначе Коты Могут Быть Коварными Но Они Очень Умны Ты Его Обижаешь Может Быть Он Больше Тебя Не Любит Нет Нет Я Уверен Дело Не В Этом Я Вижу Что Ты Хорошая Девочка Не То Что Эти Постоянные Шепчущие Трусы Тьфу На Них Это Кто Про Кого Поверь Мне Дитя Они То Все Сумасшедшие Я Сама Сумасшедшая Что Я Сама Сумасшедшая Старуха Так Что Мне Можно Доверять Отлично Сумасшедшая Старуха Любим Не Доверять Правда Пушистик Сумасшедшая Старуха Точно Может Можно Доверять Подожди Ну Вот Возьми Мы получили наклейку От бабушки Люси, тебе придется быть очень храброй, понимаешь? А? О чем это ты? Ах, старая ты Перечница, не умеешь сдаваться, да? Тьфу Она знает какое-то будущее Возможно, она и вправду немного Не в себе На этом я закучу На моменте, где ничего не происходит Но Вот так вот игра начинается Пока спокойно, а в будущем я уверен, что будет Очень много головоломок В которой игре их Достаточно много, но они легкие, по-моему Насколько я понимаю, на этом все Всем спасибо, всем пока